Всем привет! Меня зовут Рома Редман, это Носик Роман. Сегодня мы будем готовить стейк из костреца с бурбоном, вином, сливочным маслом и луком порей. Поехали жарить! Со мной сегодня Носик Роман, он является предводителем... Как это надо... Как каманчий! Как это охарактеризовать? Мужская культура, есть такая радиостанция на волнах интернета. Я был относительно недавно, пару лет назад, у него в гостях и давал большое интервью. Если кому интересно, ссылочки я оставлю в описании, приходите, посмотрите. Сегодня мы будем готовить стейк из костреца, я тебе буду все показывать, рассказывать. Готовить мне впадло, а готовить будешь ты. Ты будешь моя кухарка. Я люблю стейк из костреца, но я не знаю, что такое кострец. Значит, что такое стейк из костреца? Кострец это вот эта вот часть задницы, которая достаточно мягкая, если нормальная порода... Собаки. Собаки. Вот, похоже чем-то на вырезку. Ну, вырезку же ел, да? Ты еще раз. Значит, что мы сейчас с тобой будем делать? Сначала мы подмаринуем немножко мяса, бери соль. Молоток-то, я не понял. Нет, мы ничего отбивать не будем. Ты что, это же стейк. Какое отбитие? Просто туда сыпать. Просто давай. Ты что, ни разу не готовишь, что ли? И обваливаем как следует. Все, хватит, хватит соли. Теперь берешь перец и прям много-много перца мы сделаем вот такой перечный. Кирач давай. Еще, еще. Пока готовка несложная. Пока несложная. Все, хватит. Теперь добавляй растительного масла. Чайную ложку знаешь сколько? Ну и придет к тебе сейчас испачкать руки. Обваляй его как следует. Начинается. Ты обваляешь, Вала? Обваляй как следует. Бока тоже обваляй. Да, мы будем его сегодня готовить с луком порей. Очень простой рецепт. Достаточно все быстро и просто делается. 15-20 минут хватит приготовить. Все, хватит. Давай, значит, разрезаем лук порей. Нам нужно небольшой кусочек подготовить. Я здесь сделал маленькие надрезики. Отрезай так и вот так. Раз и два. Острый? Чтобы он запекся, разрезай его вдоль. Единственное, смотри, лук порей. Это такой ось, который, естественно, растет в земле. И вот эти вот вещи, их нужно обязательно споласкивать, чтобы тебя потом ничего не скрипело на зубах. Нам его нужно чуть подмариновать. В качестве маринада у нас будет копченая паприка. Давай прям сверху посыпаем. Не стесняйся, сыпь, сыпь, сыпь. О, это медовато. Мы немножечко вот так вот обваляем. Ну, я как огурцы с солью делал. Ой, опыт есть. И будем обжарить после того, как мы обжарим мясо. Значит, смотри, что у нас есть. Сахар, горчица, бурбон, красное вино, сливочное масло. Мы сейчас включаем плиту. Так. И начинаем нагревать, как следует, сковородку. Так, смотри, сковородка нагрелась. Берешь кусок мяса и просто кидаешь на сковородку. Нам его нужно только обжарить, потому что доготавливать мы его будем уже в духовке. Видишь, она разогретая до 200 градусов. Кидай, кидай. Все, рядышком кидай лук порей. Единственное, его нужно чуть смазать растительным маслом. Мы его будем в любом случае запекать в духовке. Он будет, лук, да, он будет чуть хрустящим. Так вот кладем, пусть жарится. Смотри, что мы сейчас делаем. Мы сейчас полностью стейк обжарим со всех сторон. Ну, грубо говоря, его запечатаем, чтобы лишние соки не вытекали из него. Видишь, появляется у меня такая корочка, которая не дает точности выходить из него. Со всех, со всех сторон. И все. Смотри, мы с тобой все обжарили. То есть у нас уже на одну треть, наверное, все готово. Духовка у нас разогрета. Я говорил, да, что рецепт достаточно простой. Да. Мы мясо перекладываем на противень. Да. Вместе с луком. И вот этот кусочек отправляю где-то минут на 10 готовиться в духовку. Через 10 минут он будет в средней прожарке. Чуть слабее, чем средняя прожарка. Потому что костреться, если жарить выше средней прожарки, он просто-напросто будет невкусным. Отправляем в духовку. Все, и забыли про него на 10 минут. А вот это вот как раз-таки самое вкусное. Видишь, здесь соки мясные остались, жирочек такой небольшой. Здесь мы сейчас будем делать соус. Так. Для соуса нам нужно будет вот эти вот все ингредиенты. Соль. Сначала наливаем крепкий алкоголь. Чуть-чуть подвыпариваем. Потом наливаем винишко. Дальше кидаем кусочек сливочного масла и горчицы. И доводим до вкуса солью и сахаром. Давай, наливай бурбон. В принципе, его можно поджечь, но я боюсь, что мы сейчас сгорим все нафиг. Да не боись. Давай, давай. Да нормально. Бурбоном собирайся. Еще давай чуть. Все вкусы собираем. О, ништяк. Теперь берем красное вино. Пока бурбон не выпрился, добавляем красного вина. Туда же? Туда же наливаем. Можно уже побольше. Еще, 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 еще хватит. И выпариваем чуть-чуть. Открывай сливочное масло. Кусок сливочного масла. Ложку сладкой горчицы. Опа. И кусок сливочного масла. Побольше взять, чтобы соус был вкусный. Кашу масла не испортишь? Нет, ни в коем случае. И как следует, теперь перемешиваем. Выглядит аппетитно. Пока нет, мне кажется. Давай с тобой чуть соус подсолим. Еще, 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 еще. И можно перчика добавить. Хорош. Все. И нам нужно его чуть подвыпарить до консистенции как раз-таки вот этого тягучего соуса. Мы им просто потом украсим тарелку и добавим к мясу. И нам осталось минут где-то 8 ждать приготовления, 7 мяса. А пока, Адмар, расскажи, что такое мужская культура? Для чего это и зачем это? Как бы я-то присутствовал, знаю, а они не в курсе. Слушай, но когда-то давно я учился на филфаке и ездил собирать фольклор. Кого? Фольклор. Что это значит? Сказки, легенды, песни, тосты. То есть ты сказочный? Я, да. Вот, и у нас был профессор по фамилии Власов Андрей Николаевич, и он сказал, что термин мужская культура в современной культуре как бы очень дискредитировал. Ну сейчас же женская культура, детей, женщины воспитывают. Вся мужская культура заключается в том, чтобы прибухнуть и в гараже машину починить. Ну вот как делали когда-то. В свое время мужики усатые. Да, и бородатые. И на самом деле мужская культура включает в себя все, начиная от воспитания детей. Как бы кухня мужская, там допустим, ну приготовление еды, это же не женское дело, ты вот как человек в этом деле профессиональный. Все же считают, что лучше повара мужчины. Конечно. Лучшие воспитатели тоже мужчины. Вот так вот. Да, ну я так считаю. И соответственно мне стало интересно, насколько в современном мире все-таки мужская культура, начиная от воспитания детей, от спортивных занятий, от каких-то там тренерских, приготовления и прочих каких-то движух существует. И вот я встречаюсь с людьми и они рассказывают, и я понимаю, что да, культура существует. Да, мы ни в коем случае не хотим скормить женщин. Женщины это наше все. Если есть мужская культура, то мужская культура по отношению к женщине она никуда не девается. Согласен. То есть она существует. Это значит, что есть женщина-мать, есть там жена твоя, мама, жена и так далее, и так далее. То есть это наоборот. Высококультурный мужчина нужен всем. Согласен. Так, высококультурный мужчина, мы давай довыпарим с тобой сейчас соус. И у нас осталось пять минут до куска мяса. До куска мяса. Показано как на стороне. Сейчас будем выкладывать и пробовать. Что, Роман, у нас соус уже готов, он чуть подвыпарился. Ты, сука, подвыпарился, б***ь. Извините, что ты ругаешь? Тебе понравилось? Вкусный? Нам осталось только выложить мясо. Мне кажется, что слишком соленое. Может, разбавить его бы слишком еще? Ты пересолил, что ли? Да? Мне показалось, что соленое, но я вообще не соленый. Нет, нормально. Так, мы сейчас будем тебя учить выкладывать красивое мясо. Стейк у нас готов, лук у нас готов. Пора доставать. Так, настаём мясо. Ух. Выглядит круто. Круто, просто и отлично. Держим. Значит, смотри. Сюда аккуратненько выкладываешь кусок мяса. И рядышком, березобирая весь парей, выкладываю сюда вот. Аккуратненько. Стоп. Вот так. Во. И теперь бери ложку, вон она лежит, бери соус и вот сюда на мясо поливаешь. Пол мяса было залито соусом и стекало все сюда. Чик. Так. Да. Еще. Даже? Да. Чик. Пол ложки соуса берешь и сюда выливаешь на парей. По всей длине. Крым. Ну, кстати, в принципе, неплохо. Нормально, да? Представить, какое блюдо получилось? Очень простое. Свежие овощи, немного хрустящий лук-порей, соус на основе бурбона, красного вина, сливочного масла и отличный перечный стейк. Стейк, я уже есть хочу, а ты? Я до того, как пришел, уже есть хотел. Ну, значит, сейчас перекусим. Всем хорошего настроения, готовьте с удовольствием. Пока. Спасибо вам всем спорт, всем мужская культура. Рома, спасибо за приглашение, за науку. Давай. Приходи ко мне на передачу тоже. По-нашему. По-нашему, да. Давай обратно. Ништя. На тебе нож, на тебе вилочку, давай пробовать. Слушай, я, честно говоря, думал, что все кулинарные шоу, они пластмасские какие-то готовят. Ну, и жи пластмассу, сейчас начинаешь. Давай отрезай небольшой кусочек мяса, пробуй его и говори вердикт свой. Большой кусочек мяса, грамм на 100, я отрежу себе. Смотри, идеальная просто прожарка, минимум ре. Это вот она и есть, да, минимум ре? Да, да, ну вот здесь, здесь чуть, ну здесь ближе к медиуму, а там медиум ре. Так, а теперь его надо макнуть же, правильно? Вот смотри, один себе, один тебе отрежу. Давай, я сделаю так. Вкусно. Поперчено хорошо. А я идусь, бля. Как раз так в эту погоду, на улице плюс 25, сейчас мы пора потеем. И можно уже не бояться, да, солнечного удара. В общем, отстанет, нас с оператором будем есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...